здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас прекрасный гость наши гости все хороши но не так часто на заслуженные артисты россии находятся да еще из алиса шоу-группы доктора многих вообще коллективов мы выяснили что и чуть ли не балалайшником мог стать человек это высокое звучание не каждому дома играть на балалайке тимур михайлович миронов здесь нас гостях здравствуйте мур михандрась и драйс никого мог подумать что целый доктор ватсона вы доктор ватсон такой уже коллектив с историю иных уж нет а те далечено тем не менее а мы тут вот вспоминали до передачи когда-то в 90-х тоже брал интервью как-то такое время было какой-то огромное столько всяких переживаний эмоций и вы появились таким жанром до который необычный за время появился так он за вами укрепился и вот сейчас в принципе никто этим жанром ты больше особо не пользуются вот да то что вы смогли сделать такой вот как избранная да папури такой глобально да в принципе на же зерез до срез музыки срез до согласен но для того чтобы это все состоялось должны стоять люди вы же пришли туда не с первого дня первым сперва раз как вообще все начиналось а почему доктору давайте хорошо в 1985 году отъехали в вокально-инструментальном жанре в котором я состоял в его ровеснике пока исполняли песни про то сама тогда такой был за да конечно попробуй на него подпишись вот стал нек некоторая такая сказать как сказать этот жанр стал потихонечку куда-то в небытие уходить и вы продолжал все же милосы речь гробачев да этот сухой закон ведь может с этим связано не знаю то что так уж и и мы значит жора у миконов витя и 2 витя это мы работали в разных коллективов верные друзья ну вот ровесники ну потому что пою сердца еще был сам как бы так все а мы все время общались между собой на гастролях там и так далее узнали друг другу до принципе давно уже знаю я же узнал вообще но не работали вместе нет нет жоры тем более я низкий волос и жора низкие два низких в одном коллективе не сочетать надо еще два высоте до или 2 или прибавить 2 или 3 и 4 женских да да тоже хорошо были тогда даже такие коллектив ну и вот и жора помы и витя там камаша он сказал можете такое сотворим я верну давай что такое а у нас еще был приятель музыкальный руководитель цветов ансамбля помню да саша слезунов который сидел со мной практически за одной партии в училище он тогда они создали свой этот цветы вот и значит он был мы с ним что-то переговорили он говорит давайте вам песню напишу так я говорю ну давай напиши ну тогда не за деньги же не за бабки это все делать просто по дружбе и он писал на песне доктор ватсон доктор ватсон довольна немыслимые злок и доктор ватсон пора бы стать мудрее и там как раз получилось что на каждый куплет четыре человека 1 поет 2 3 4 так логично все гром гармонически все получилось и после этого мы вышли сразу же на телевидении нас сняли утренние почты несколько раз мы снимались потом еще какие-то программы были и вдруг понеслось понеслось да а назывались мы сюрприз тогда с не доктор ватсон доктор ватсон потом были еще оригинальные песни там ремонт и так далее тоже снимались и мы уехали на фестиваль в польшу так белосток города и там на большом там два группа стадион большой был но там как сказать было и со всех стран практически а мы русские вы специально только одни ну единственное коллекции советского союза да и конферансе начал долго говорить какую-то речь вот это т.п. рок рок-поп там и так далее подай добро и потом говорит доктор ватсон то есть по песне потому что они знали эту песню даже там ну там даже слушали за это отель калифорния да типа да и ну и мы выходим доктор ватсон а потом думаю в конце ну нормально так все приняли нас получили лауреатство свое а почему нет типа такое интересное тем более мы тогда выходили в черных плащах черных шляпах и в темных очках да такой стиль был стилистический такой яркий да да ну и решили думала давай назовем так же тем более кино и до сих пор кстати да и мы новый шерлок и мы кстати этот как познакомились с актерами очень хорошо да то есть с ними даже несколько у нас концерт совместных даже так было да и поломеном из года и потом понеслось начали работать со невестки по отделению потом мы с хазановым работали года два-три стадионы это же все такие актеры и песцы которые собирали ну и конечно участие во всех возможных музыкальных программу телевизионных да 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 и очень много мы потом начали ездить по миру то есть я вчера вот приблизительно а подсчитывал страны то у меня получилось где-то 30 31 где-то вот так потому что некоторых мы были много раз в сша мы были там раз 15 там очень много русских живет но тут же проблема до знаком плюс в том что вы выбрали этот жанр как это произнот написали вам песню да потом писали бы вторую там глядишь ну мог могло и не состояться например но и разошлись бы вы знаете коллективы расходятся у нас если взять артистов via да да оказывается этот пел маленьким там а теперь суперзвезды все народные а все в разных были рада а вы выбрали жанр такой совершенно необычный который позволял вот он из шлягеров состоял как груди да но это же смысл был в этом кто это придумал на этого мы радовалась сначала мы пели вот эти оригинальные песни и все-таки мы несколько раз пробовали современные версии жил-то был черный кот за углом и когда ненавидел весь дом думаю это же так интересно это чуть-чуть немножечко да потом значит ведь еще какую-то песню берем которые более близко по жанру и начинаем его склеивать склеивать да а потом песню петь черный кот три куплета скучно так что если ты сделаешь пять песен сразу то это пять ударов про залу который любит это который любит это который даже вот это и вот это тоже вот это называется диджейство да 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 и мало того музыка мелодия решила выпустить диск так тогда же еще не было вот этих компактных диск большой большой и мы выпустим виниловый виниловый надо было с этим нельзя неважно было две пластинки одна была с этими с композициями а другая была с минусовками песен до большая тоже и в центре ставил был список слова это был первый караоке у нас в ссср вот видите вот интересно вот то есть получается что вы по пред восхитили всю эту историю типа да я просто помню что всегда появление доктора вата но сначала было в отдельных этих программах там обязательно появление в программах особенно даже там идет не хватало ретро вот это дуб вы же еще начали до появления всяких проектов старые песни да ну да вот конечно задолго до это то есть все самое лучшее выбрать то есть это такая эксплуатация в хорошем смысле ретро и то что важно например сейчас что из песни которые поются всегда да да не важно когда они даже спеты и никто уже будет не помнит автора все равно поеда но я хотел бы вернуться у нас к вашему непосредственному кем вы это планировали быть и папа с мамой кем вас планировали сделать мой папа он профессор химик работал государственный суд горно-химического сырья вот здесь вот в люберцах в люберцах вот ведь мальчики планировал наверное что сын то пойдет я пошел сначала в школу вот третью который сейчас сломали знаете около плана была такая начальная но в четвертом классе у нас стал работать дом культуры так это с колоннами такой драйс раз он тогда был кстати построен в эти годы может быть 61 60 и вот этому и папа меня повел туда на класс балалайки я пришел ему профессор решил вас провести на класс балалайки он играл на был не он тогда еще не был профессор но это не он кандидатом наук но тем не менее он каждый вечер играл на на аккордеоне чтобы семейный был да и никто его не слушал к что это было мучительно у него слуха не было я теперь по ним правда но это было ужасно на аккордеон вас не повел мне повел потому что я не мог уже слушать вельдмейстер был знаете мастер хороших он повел меня туда и после того как мне прослушали там голос там еще что-то слух там педагог вот который возглавлял балалайшную секцию отвел папу горит вам не сюда нужно вам нужно ехать в москву в хоровое училище к свешникову у меня там приятель есть я вам значит мальчик поет мальчик поет да а четвертый класс училище с первого класса начинаю но ничего не важно на следующий день мы поехали училище и меня директор юрий михал чуланов такой он начал меня значит распевать там что-то этот этот это и подогарь пойдемте мальчик и повел меня прямо в класс посадил на парту горит будете здесь сидеть еще обалдел честно говорю не ожидал а вы даже не предполагали что вообще абсолютно нет ну как но я пел как все а у меня голос будет звонки вот я помню у меня было такое чувство что я могу петь сколько угодно по громкости вот у меня не было предела да и вот неважно и после этого через буквально через месяца два и я там стал ну там проходить какие-то сольфежио гармония кстати знаете что у меня был педагог по гармонии сольфежио геннадий глотков тот сам позитор который потом написала бременский музыканты и так далее человек чудесный во-первых модный у него каждый день были новые ботинки я помню значит в яркая внешность и такой был добрый человек вот единственно которому сказать тимур ну чё ж ты вы не выучил задачу то вот это по гармонии я говорю вчера гости были ну ладно живите мур 4 вместо 2 до 100 пример ну чем и я стал носит там и да и меня сделали солистом я уже солист это солист уже тоже солист и уже аэротория на страже мира непопулярно наше время но неважно сергей прокофьева я уже пел с серийной архиповой с оркестра радио и телевидения союзного ради видения уже несколько номеров я пел отдельно вот здесь мы сейчас ставим точку бы делаю паузу да это важно пережить хорошо выход маль это уже еще маленький же мальчик или уже сняла мальчику мальчику сколько в пятом классе пятом классе ирина архипова весь народный артист и несколько концертов в колонном зале мы выступали в этом зале чайковского и записали большой же в пластинку большую и до сих пор в интернете можно по отрилина и творческая с у меня длинная делаем пауза делаем паузу напомню что нас гостях тимур михаич миронов заслуженный артист россии дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог заслуженный артист россии тимур михалыч миронов солист шоу-группы доктор ватсон которая на самом деле должна была называться напомните как сюрприз сюрприз но оказалось что для сюрприза сюрпризом стал доктор воду но мы в финале первой части начали с тимуром михалычем узнавать что тот случай когда мальчик запел кто-то увидел услышал и предложил он приехал москву не просто запил стал солистом восстать там не темные вам не делали солистом же наверно плохо относятся нет там знаете какая там вот в первый раз я почувствовал что значит такая мальчишеская зависть есть потому что там старшие ребята мы там в интернате жили а потому что я влюбиться далеко же от москвы на предо баррикад и когда был разговор как бы я прослушал один девятикластик другому говорит вот говорить тимур у него все уже есть и пластинка есть и все чё ему дальше делать в жизни он уже все до чего зло достиг он уже джон лена я ничего не понимаю чем делать то есть какой-то элемент такой случайности был но при этом я так понимаю что вы много работали потому что вы же учились а чё и работал ничего не работал просто пил да просто пил вот давайте к этому концерту первое выступление да я вспоминаю выступление знаменитого хора детского всесоюзного радио телевидения она обязательно везде было комсомольское собрание обязательно пионеров обязательно на съезде партии обязательно на любом концерте обязательно и дети же были такие любимые прямо звезды были которые до сих пор все помнят вот эти все песни ребенок поющий на сцене это вас получается эксплуатировали с ней на архиповой и какие у вас были ощущения что вы поете со звездой никого вы знаете чем дело я хочу сказать что у нас какого позиционировали как все-таки профессионалов то отличие от хора детского детского да там попова по поводу там все таки школа была отдельно у нас все вместе учились вас учили на пиво и вообще наш руководитель ир михалыч вот говорил что вот это все вот эти песенки дешевые вот эти да это не для нас вас классика классе в основном поэтому хотя получилось так что первый состав веселых ребят он стоял на девять десятых из наших ребят об этом волоке ради а а вы почему не попали в а я был еще маленький а трагедия почему потому что для руководителя который говорит что вот этот джаз презренный вот это вот что этот и вдруг у нас четыре человека в одном ансамбле 4 отступник да еще кстати афиши по всей москве были вот первый же один из первых ансамбле веселые ребята там и жени казанцев лёша пузырёв тому тут дурандин там и так далее ну потом через веселых ребят то прошли все даже сама албайсона там да она же работа она кстати знаете у меня в витебске это тоже первый басист и жора мумиконов с ней работал тоже вы знаете что они говорят это трудяга просто такая которых нет никогда он не видел она доставала этих музыкантов знаете как то что там музыканты надо она заставляла репетировать вот до малейшие то покида тонкости давать она конечно великая женщина и великий музыкант вот правда но я соглашусь причем потому что конечно ну и поэтому она и звезда конечно да да и вот кстати очень важный такой вопрос немножко выпадет что я еще хочу немножко про кулинарию с вами поговорить было было такое дело да вот есть человек который прекрасно поет профессионально закончил какое-то там отделением есть человек который может быть и не заканчивал но как так судьба свела вот один звезда другой не звезда обычно на этот вопрос сразу отвечают ну там кого-то мы не берем историю с женитьбы с дорогими любовниками и так далее то есть оба имеют равные таскать возможность но один становится звездой а другой вот вроде как просто ремесленник может быть это связано с тем что человек не может без сцены жить и он там себя чувствует лучше чем жизни дело в том что многие люди которые не могут жить без сцены они так и в безвестности и тогда что дальше не ну согласитесь особенно актеры театров да да допустим может вообще все время играть церестепенные роли но жить в театром и любить его и так далее ну видимо тут стечение обстоятельств не талант и случай какой-то да и какие-то знакомства может быть и какая-то удачная роль может который бил ей или ему подошла и вот он выстрелил и потом уже на этом но не каждый же держится вот смотрите дорваться он казалось бы я же по помню это время тогда было много таких коллективов я имею ввиду пока не по вашему вот уже принципу начали ну с революции да 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 там такая была группа апельсин было приговорить и балтийских друзей вот то есть бы были попытка тем более с приходом горбачева немножко же все расслабились можно было одеться как-то можно было выпендриваться то что главное на эстраде да то что главное на эстраде но выпендриваться красиво профессионально вот но спели бы доктор ватсон да осталось бы название сюрприз и ну как-то бы растворились или бы разошлись по другим коллективом ну да кто-то может быть бы там выбился в солисты а вы продержались в общем-то очень долгое время и не просто продержались а я помню эти костюмы но даже программы сильно у вас бы была какая-то программа сумасшедшая там пять четыре пять часов вы ее делали мы у нас было вообще мы практически каждый год делали кино ватсон так называемый на масте из кино это все время было в этом в россии зале и там было на мы столько приглашали различных еще артистов и столько наградили композиторов поэтов и режиссера фильмов это но может быть человек 30-40 но это серьезно конечно мы это было для нас естественно потому что мы занимались в прошлом да как бы да но лучшим прошлым и как бы отдавая дань ну вот это это не такие слова действительно так есть потому что это же нас кормила честно говоря говорить грубо и поэтому мы все равно любили действительно любили трошина любили там кого еще там магома его да там да и воздействие кобзона просто от того что они дали нам возможность петь свое удовольствие и жить свое удовольствие и соединять эти соединять материал да из него картинку картину важно что если бы просто песни пилит ну таки ну и переда а вы именно придумали свою из туда потому и прекрасно понимаю что еще же есть коллективная такая тут возникает вопрос никогда не хотелось тем более что коллектив менялся немножко до состав да да ну там кто-то уходил тут приходил по разуму не хотелось в солист а я у меня же два альбома тех какого песен шансона это я знаю вот это вот вы так как бы параллель между вас целая коллекция моя у меня была коллекция я просто быстренько расскажу я решил значит эти песни записать так и получилось так что я записывал в особом там студии не в своей то у известного михайлова такого миха ся тогда у него хорошая студия была и вот я там записал этот альбом и его директор там один из территорий говорит тимур давай мы будем заниматься шансоном смысл какой между заниматься я могу как типа это как хобби мои ну да потому что у нас только работа мы там уезжаем туда-сюда веры иногда и так далее некогда это целый жанр это жанр и потом тогда он не такой был этот башлевый как говорит ну в свое удовольствие там иногда выезжал и ты да вот нашу гавань и такая программа два или три раза участвую с удовольствием потому что для это моего ну потому что нужно было песню сделать что она из народа же когда нет ну там это просто мое как бы мое знаете когда говорят спой там песню там такую-то сейчас я буду петь а для меня вот петь шансон это просто удовольствие любую песню это моем как моя кровь но есть работа когда нужно есть а есть удовольствие ну кстати у многих артистов так работать в команде и ведь сейчас вы даже знаете у нас есть артисты у которых несколько названий совсем совсем разные здесь он петь а там он саша там он вася в трех экземплярах сразу можно зарабатывать как вы говорите вот зарабатывать денежку но вещь сейчас тем более буду сейчас несколько все променял и в разных жанрах можно до боюсь до попсу а здесь но у нас к сожалению времени очень мало вот сравнивая музыкальное время да и вы фактически можно сказать были но как у нас горят щас крайними в кино любым финальными такими перед тем как уже потом пошла вот эта старая песня а главное вот это волна да 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 когда стали действительно перепевать пытаясь что-то свое привнести не всегда это хорошо было сделано вы как бы закрыли эту тему вот этих всех песен все собрали скрупулезные их и вот сравнивая сегодняшние сегодня явно на ретро уже упал они небольшой спрос да он есть безусловно но вот такого вот все можно слушать то загрузил себе работа разница вашего профессионального подхода кто как поет вы же это слышать я могу знать еще сказать по этому поводу что вот мы сейчас участвовали в этом ну-ка все вместе знаете по второму каналу и такая большая программа прослушивается новых певцов да да различных 1 2 3 4 выпуск было я я должен сказать что сейчас вокалисты и артисты стали гораздо круче чем были в наше время ну почему а я не знаю почему нет непонятно то ли они впитали уже вот мировые какие-то я знаете как я же бас-гитарист был да для того чтобы научиться на бас-гитаре я должен был поехать в центр москвы шу-шу-шу-шу там и за где-то через неделю мне школу принесли за пять рублей перепечатанную где-то там западного да 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 я сидел тум-тум-тум и чем потом этот слушал этих как у сейчас голос америки там как играют там читал дембери ндт не зажат strive сейчас можно ощущал сейчас все что угодно пока еще не знаю что да чем увы но финале о приятном я да ёда написано в интернете ну был да но сейчас я отошел от этого Я объясню, что, конечно, самая вкусная еда – это самая вредная еда. Я сами согласен. Правильно, согласны. Поэтому вы отошли. Я отошел, потому что было такое поветрие, помните, кремлевская диета. Да, было. Это кремлевская правда, мой приятель один делал. И я первый стал заниматься этой кремлевской диетой. Я скинул 16 килограммов за три месяца. Ну, тем более, артист также важно. Да. И после этого у меня как бы что-то переклинило, и я вот насчет еды стал как бы не вкус и не польза, а что-то среднее пытаться. А это ограниченность определенная, как во всем, знаете, когда ограничивает. То есть вы такой кулинар, в хорошем смысле слова, ограничивающий нас. Я ограничивающий, да. Себя же кулинар. Органичный кулинар, ограничивающий себя. Можно так сказать, да, абсолютно. Ну, и финал «Апофеоз» сегодня с уходом Амамиконова, который, конечно, безусловно, был… Да, это основа была вообще в принципе. Да. И, ну, как-то таким… Очень печальный был уход. Ужасно. Какая была такая история, что как-то вот из той жизни что-то от… да, такие, к сожалению, уходы постоянно происходят. Но он яркий человек. Да. Сейчас как вообще? Есть группа, нет группы? Есть группа, есть. Хотя сейчас просто тяжелый период, как вообще, в принципе, для меня вот лично, вообще тяжелый период. То есть пока залегла группа? Вот здесь в нескольких местах. Я вот сейчас очень много работаю в Раменском. У нас можно, не страшно. Да. У нас там гологолосок есть такой. Пять уже было голосков, где я работаю с этими. И все мои становятся первыми места, кстати. И вот во всех там этих… Потому что у меня там в деревне находится дача рядом. А, то есть вы на даче еще и работаете из-за этого? Да, да. Ну, а Люберцы для вас что? Люберцы – это второй мой родной город, потому что первый я родился же в Осетии. А Люберцы для меня… Ох, как там вкусно. Ой-ой-ой, а пироги? Ой, все, 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 все. Вот, Люберцы для меня родной дом, правда. Потому что я же здесь в школе учился первый. Вот все начиналось… Первое хочу, первое нельзя. Абсолютно. Ну и завершая наш разговор, пройден ты такой путь. Даже не спрашиваю, есть ли то, о чем вы жалеете. Но если бы вот тот преподаватель не сказал папе, который вас привел на скрипку, что надо мальчика везти в школу… На ту было, на ту бы надо было, да. Да, да, да. Чтобы как бы жизнь… Вы довольны всем? Вы знаете, я абсолютно довольный человек. Потому что еще в четвертом, пятом классе я еще думал, как же можно каждый день просыпаться в семь, идти на работу и каждый день приходить в шесть. Не буду я этим заниматься никак в жизни. И посмотрите, у меня так получилось, что я этим не занимался никогда. То есть для меня был такой график свободный. Хотя очень тяжело иногда для артистов. Тяжело. Куда-нибудь в Петропавловск, Комчатский, через Екатеринбург. Да, потом еще тут же в Сочи, там, да, и потом обратно. Но это другое совсем. Это как бы другая жизнь. Да, я с вами соглашусь. И так далее. Поэтому я доволен, правда. Спасибо большое в вашем лице. Николай, вам очень приятно было с вами побеседовать. Вы все понимаете, все знаете. Вы такой тонкий ценитель. Я вас чувствую. Я, конечно, не доктор, тем более не Ватсон. Но что-то мы немножечко имеем. Спасибо вам большое. Сегодня я приду домой. Да что домой? В машине я сейчас включу. Вспомним было. Спасибо большое. Тимур Михайлович Миронов, заслуженный артист России. Кстати, есть еще возможность как-то постепенно и народного получить потихонечку. Да, не знаю уже. Как карта ляжет. Солист шоу-группы «Доктор Ватсон», которая существует и работает, получается, с 1985 года. 85-го года. Ужас. 37, по-моему, лет, да? Да, 38 уже в этом году. Еще два года и 40. Да. Сороковничек. Хочу пожелать всем здоровья и долгих лет творческой жизни всем. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова